Алроса привлечет независимых экспертов к расследованию аварией на Руднике Мир. Такое решение вынес Наблюдательный совет компании. Независимую экспертизу аварии на Руднике Мир и эффективность выбранных при его строительстве проектов проведет компания СРК Консалтинг. Работа аудитора продлится до конца текущего года. Какие еще вопросы были в повестке Наблюдательного совета, расскажет мой коллега из Алмазного края Александр Шишуков. Визит членов Наблюдательного совета Алросы в Мирный начался субботним ненастным утром. Прямо с самолета делегация отправилась на смотровую площадку «Карьера Мир», а после к мемориальной плите, посвященной погибшим шахтерам. С обсуждения ситуации на Руднике начали и заседания совета. Говорили и о расследовании причин трагедии, и о том, как скажется авария на показателях компании. Конечно, общий объем добычи изменится после этой аварии. Но в планах компании есть разработка новых месторождений. В планах компании намечено развитие добычи не только внутри России, но и за пределами нашей страны. Поэтому в целом мы будем принимать меры по нивелированию этого случая, который произошел, с тем, чтобы результаты компании были не хуже, чем в предыдущие годы. В Алросе изменят не только планы по добыче. В компании пересмотрят подходы к промышленной безопасности. Как заявил глава алмазодобытчиков, вопрос будут решать системно. Один из пунктов повестки НАПСовета – трудоустройство работников остановленной шахты. Искать работу горнякам Рудника Мир в компании начали уже в первые дни после аварии. Эту работу в Алросе продолжат. Сейчас во временном простое находятся уже не более 600 сотрудников. 400 с лишним человек трудоустроены внутри компании, достаточно оперативно. Здесь будет индивидуальная работа, идти с каждой группой персонала, фактически с каждым человеком по отдельности. Социальные проекты Алрос и Совет директоров рассматривал отдельным блоком. Но здесь без изменений. Компания остается социально ориентированной и объем инвестиций на социальные нужды сохранят на уровне прошлого года. Позиция сохранилась с точки зрения о том, что компания остается как социально ориентированной компанией. Все-таки уделяет внимание созданию комфортных условий для своих тружеников, оказанию помощи республике и, соответственно, реализации некоторых федеральных программ. Это очень важный момент, который всегда люди ждали и ждут. И сегодня мы ответы на это вопросы получили. Одно из ключевых решений Новсовета – оптимизация правления компании. Количественный лимит сократили с 13 до 9 человек. Изменился и состав органа. Из правления выведены 6 человек, включены в состав трое. Как пояснили в компании, изменения проводятся, чтобы исключить дублирование функций представителей.